Книги Ветхого Завета Книга пророка Даниила Глава первая В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуха-Доносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его, и предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов дома Божия его, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленых, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их три года, по истечении которых они должны были предстать перед царем. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Месаил и Азария, и переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Седрахом, Месаила Месахом и Азарию Авдинага. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу, «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваших удащавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновной перед царем». Тогда сказал Даниил о Мелсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Месаилу и Азарии, «Сделай опыт над рабами твоими в течение десяти дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся перед тобой лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их десять дней. По истечении же десяти дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амелсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог четырем этим отрокам знания и разумения всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник Евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними, «И из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Месаилу и Азарии, и стали они служить царю». И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в десять раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до первого года царя Кира. Глава вторая Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали перед царем. И сказал им царь, «Сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон». И сказали халдеи царю по-арамейски, «Царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Отвечал царь и сказал халдеям, «Слово отступило от меня». «Если вы не расскажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изруглены, и дома ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, расскажите мне сон и значение его». Они вторично отвечали и сказали, «Да расскажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение». Отвечал царь и сказал, «Верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его». Халдеи отвечали царю и сказали, «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю. И потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого-то иновеца, гадателя и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью. Рассвирепел царь и сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищей его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Кореоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов. Вавилонских и спросил Ариоха, сильного при царе, почему такое грозное повеление от царя. Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Месаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении. И Даниил благословил Бога Небесного и сказал Даниилу, да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила. Он изменяет времена и лето, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. «Славлю и величаю Тебя, Божи отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя, ибо Ты открыл нам дело царя». После этого Даниил вошел к Кориоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских, пришел и сказал ему, не убивай мудрецов вавилонских, «Веди меня к царю, и я открою значение сна». Тогда Орех немедленно привел Даниила к царю и сказал ему, «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна». Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром, «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал, «Тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение головы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после этого, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна эта открыта не потому, что я мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрева его и бедра его медные, голени его железные, ноги его, частью железные, частью глиняные. Ты видел его, да коли камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукан в железные и глиняные ноги его и разбил его. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великой горой и наполнил всю землю. Вот сон. Скажем царю и значение его. Ты, царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкой над всеми ими. Ты — это золотая голова. После тебя восстанет другое царство ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всей землей. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечной, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после этого. И верен этот сон, и точно истолкование его. Тогда царь Навуха Доносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонные курения и сказал царь Даниилу «Истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты смог открыть эту тайну». Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и поставил его над всей областью Вавилонской и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Седраха, Мисаха и Авденага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя. Глава третья Царь Навуходоносор сделал золотого истукана высотой в шестьдесят локтей, шириной в шесть локтей, поставил его на поле Деир в области Вавилонской и послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, казноведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. Тогда Глашатый громко воскликнул, «Объявляются вам народы, племена и языки. В то время, когда услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и симфонии и всех музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор». А кто не падет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь раскаленную огнем. Поэтому, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы племена и языки и поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор, царь. В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору, «Царь, вовеки живи! Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. А кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авдинага. Эти мужи не повинуются по велению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются. Тогда Навуха-Доносор в гневе и ярости повелел привезти Сидраха, Месаха и Авдинага. И приведены были эти мужи к царю. Навуха-Доносор сказал им, с умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авдинага, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, падите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем. И тогда какой бог избавит вас от руки моей? И отвечали Сидрах, Месах и Авдинага, и сказали царю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Авдинага, и он повелел разжечь печь в семь раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее, и самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авдинага и бросить их в печь раскаленную огнем. Тогда мужи эти связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и прочих одеждах своих, и брошены в печь раскаленную огнем. царя, и как повеление царя было строго и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидраха, Месаха и Авдинага. И эти три мужа Сидрах, Месаха и Авдинага упали в раскаленную огнем печь связанные. Навуха Доносор царь изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим, не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Они в ответ сказали царю, истинно так, царь. На это он сказал, вот я вижу четырех мужей несвязанных ходящих среди огня и нет им вреда. И вид четвертого подобен сыну Божиему. Тогда подошел Навуха Доносор кустью печи, раскаленной огнем, и сказал в Сидрах, Месах и Авдинага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите. Тогда Сидрах, Месах и Авдинага вышли из среды огня и, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей этих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Тогда Навуходоносор сказал «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авдинага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего и от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авдинага, был изрублен в куски и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авдинага в стране Вавилонской. Навуходоносор царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам доумножится. Знамения и чудеса, которые совершил надо мной Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам. Как велики знамения Его, и как могущественны чудеса Его, царство Его, царство вечное, и владычество Его в роды родов. Глава четвертая Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем, и видения головы моей смутили меня. И дано было мной повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна. Тогда пришли тайноведцы, обаятели, халдеи и гадателей. Я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значение его. Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар по имени Бога моего и в котором дух святого Бога. Ему рассказал я сон. Валтасар, глава мудрецов, я знаю, что в тебе дух святого Бога и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, который я видел, и значение его. Видения же головы моей на ложе моем были такие. Я видел, вот среди земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно, видимо, было до краев всей земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех, под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть. И видел я в видении головы моей на ложе моем, и вот нишел с небес бодрствующий и святой. Воскликнув громко, он сказал, срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его, но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесной росой, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется у него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним семь дремен. По велениям бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. Такой сон видел я, царь Навуходоносор. А ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что дух святого Бога в тебе. Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал, Валтасар, да не смущает тебя этот сон и значение его. Валтасар отвечал и сказал, Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон и врагам твоим значение его. Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое высотой своей, достигало до небес и, видимо, было по всей земле, на котором листья были прекрасные и множество плодов и пропитания для всех, под которым обитали звери полевые и в ветвях которого гнездились птицы небесные. Это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся. И величие твое возросло и достигло до небес и власть твоя до краев земли. А что царь видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, который сказал, срубите дерево и истребите его, только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росой небесной и с полевыми зверями, пусть будет часть его, доколе не пройдут над ним семь времен, земля. то вот значение этого царь и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя. Тебя отлучат от людей и обитание твое будет с полевыми зверями, травой будут кормить тебя, как вола, росой небесной ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. А чтоб повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Поэтому, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдой и беззакония твои милосердием к бедным, вот чем может продлиться мир твой. Все это сбылось над царем Навуходоносором. По прошествии двенадцати месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, «Это ли невеличественный Вавилон, который построил я в дом царства, силой своего могущества и в славу моего величия?» Еще речь это была в устах царя, как был с неба голос, «Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травой будут кормить тебя как вола, и семь времен пройдут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором. И отлучен он был от людей, ел траву как вол, и орошалось тело его росой небесной, так что волосы у него выросли как у льва, и ногти у него как у птицы. По окончании же дней тех я Навуходоносор возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. «И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил вечно живущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды родов. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле, и нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сыновитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и восстановлено царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я Навуходоносор славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. Глава пятая Валтасар царь сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор отец его вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божиего в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его, пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи чресл его ослабили, и колени его стали биться одно о другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским, кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его? Тот будет облачен в багреницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве. И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились. Царица же после слов царя и вельможи его вошла в палату пиршества, начала говорить царица и сказала «Царь, во веки живи, да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твое муж, в котором дух святого Бога. В дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобные мудрости богов, и царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главой тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей. Сам отец твой царь, потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способные изъяснять сны, толковать загадочное и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение. Тогда введен был Даниил к царю, и царь начал речь и сказал Даниилу, «Ты ли Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой, царь, привел из Иудеи? Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе. Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить мне значение его, но они не могли объяснить мне этого. А о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облачен будешь в багреницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве. Тогда отвечал Даниил и сказал царю, дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому. А написанное я прочитаю царю и значение объясню ему. Царь, Всевышний Бог, даровал отцу твоему на вухо доносору царство, величие, честь и славу. Перед величием, которое он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых, кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей. И отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами, кормили его травою как вола, и тело его орошаемо было небесною росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над Ним кого хочет. И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, вельможи твои, жены твои, и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это Писание, и вот что начертано, Мене, Мене, Текел Упарсин. Вот и значение слов. Мене, исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое и дано медианам и персам. Тогда по повелению Валтасара облачили Даниила в багреницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же самую ночь Валтасар царь халдейский был убит и Дарий медианин принял царство будучи шестидесяти двух лет. Глава шестая угодно было Дарию поставить над царством сто двадцать сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними трех князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет, и чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлог к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. И эти люди сказали, «Не найти нам предлог против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его». Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему, «Царь Дарий, вовеки живи». Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собой, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение тридцати дней будет просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен. Царь Дарий подписал указ и это повеление, Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и словословил его, как это делал он и прежде того. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила молящегося и просящего милости пред Богом своим. Потом пришли и сказали царю о царском повелении. Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение тридцати дней будет просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров? Царь отвечал и сказал это слово твердо, как закон медян и персов, не допускающий изменения. Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ с тобою подписанный, но три раза в день молится своими молитвами. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захода солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему, «Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Тогда царь повелел и привели Даниила и бросили в ров львиной. При этом царь сказал Даниилу, «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». И принесен был камень и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел к рву львиному. И, подойдя к рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу, Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог спасти тебя от львов. Тогда Даниил сказал царю, царь, вовеки живи, Бог мой, послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления. Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила из рва. И поднят был Даниил из рва, и никакого повреждения оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила и брошены в львины и ров, как они сами, так и дети их, и жены их. И они не достигли еще дна рва, как львы овладели ими, и сокрушили все кости их. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Даниила, потому что он есть Бог живой и сущий вовеки, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов, и Даниил благоуспевал и в царствование Дарья, и в царствование Кира Персидского. Глава седьмая В первый год Валтасара царя Вавилонского Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал, «Видел я в ночном видении моем». И вот четыре ветра небесных боролись на Великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него между зубами его. Ему сказано так, «Встань, ешь мясо много». Затем видел я вот еще зверь как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя этого, и власть дана была ему. После этого видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный, и ужасный, и весьма сильный, у него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Видел я наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхие днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река, выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, и дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мной, и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами. И о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и которые по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями. И суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом он сказал, зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А десять рогов означает, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей, и против Всевышнего, будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем. Глава восьмая В третий год царствования Валтасара царя явилось мне Даниилу видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении, и когда видел я был в сузах престольном городе в области Еламской, и видел я в видении, как бы я был у реки Улай. Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки, у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него, он делал, что хотел, и величался. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был виден рог между глазами его. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассверепел на него, и поразил овна, и сломал у него оба рога. И не достало силы у овна устоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломался большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и незринул на землю часть этого воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства этого, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругана было место святынь его. И воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и преуспевал. И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. И сказал мне на две тысячи триста вечеров и утр. И тогда святилище очистится. И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот встал передо мной как облик мужа, и услышал я из середины улая голос человеческий, который воззвал и сказал Гавриил, «Объясни ему это видение». И он подошел к тому месту, где я стоял. И когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое. И сказал он мне «Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени». И когда он говорил со мной, я без чувств лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое и сказал «Вот, я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени». Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари медийский и персидский, а козел косматый царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь, он сломался, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силой. Под конец же царствования их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силой, и он будет производить удивительное опустошение, и преуспевать, и действовать, и губить сильных, и народ святых, и приуме его, и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен, не рукою. Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истинно, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением этим и не понимал его. Глава девятая В первый год Дария, сына Асуира из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господа к Иеремии пророку, что семьдесят лет исполнится над развалинами Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвой и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался и сказал, молю тебя, Господи Божий великий и дивный, хранящий завет и милость любящим тебя и соблюдающим повеления твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей твоих и от постановлений твоих, и не слушали рабов твоих, пророков, которые твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим и отцам нашим и всему народу страны. У тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день этот, у каждого иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних во всех странах, куда ты изгнал их за отступничество их, с которым они отступили от Тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою, а у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него и не слушали глаза Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать глаза Твоего, и зато излились на нас проклятия и клятва, которые написаны в законе Моисея раба Божия Его, ибо мы согрешили пред Ним. И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое свершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает. Но мы не слушали глаза Его. И ныне, Господи Боже наш, выведший народ Твой из земли египетской, рукою сильною, и явивший славу Твою, как день этот, согрешили мы, поступали нечестиво. Господи, по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего и Иерусалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи нашей беззакония отцов наших и Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услышь, Боже наш, молитву раба Твоего и моление Его и воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услышь, открой очи Твои и воззри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моление наше пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услышь, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. И когда я еще говорил и молился и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о Святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мною и сказал Даниил, теперь я вышел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления Твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний, и так вникни в слово и уразумей видение. Семьдесят седмин определены для народа Твоего и святого города Твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. И так знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа владыки семь седмин и шестьдесят две седмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Глава десятая В третий год Кира царя Персидского было откровение Даниэлу, который назывался именем Валтесар. И истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я, Даниэл, был в сетовании три седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входили в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения трех седмиц дней. А в двадцать четвертый день первого месяца был я на берегу большой реки Тигр и поднял глаза мои и увидел. Вот один муж, облаченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом изуфаза. тело его как топаз, лицо его как вид молнии, очи его как горящие светильники, руки его и ноги его по виду как блестящая медь, и глаз речей его как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться, и остался я один. И смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. И услышал я звук слов его, и как только услышал звук слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле, но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на ладони рук моих, и сказал он мне, Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом, но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим, но князь царства Персидского стоял против меня двадцать один день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских, а теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням. Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто по виду похожий на сынов человеческих коснулся уст моих, и я открыл уста мои, и стал говорить, и сказал стоящему передо мной, господин мой, от этого видения внутренности мои перевернулись во мне, и не стало во мне силы, и как может говорить раб господина моего с таким господином моим, ибо во мне нет силы и дыхание замерло во мне. Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня и сказал, не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся. И когда он говорил со мной, я укрепился и сказал, говори, господин мой, ибо ты укрепил меня, и он сказал, знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего. Глава одиннадцатая Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорой и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину. Вот еще три царя восстанут в Персии, потом четвертый превзойдет всех великим богатством, и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царя греческого, и восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великой властью, и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет, и не с той властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его, и достанется другим, кроме этих. И усилится южный царь, и один из князей его пересилит его, и будет владычествовать, и велико будет владычество его. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и рот ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее, и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена. Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску и войдет в укрепление царя северного, и будет действовать в них и усилиться. Даже и богов их, и стуканы их с драгоценными сосудами их серебряными и золотыми увезет в плен в Египет и на несколько лет будет стоять выше царя северного. Хотя этот и сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в свою землю. Потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет, и потом возвращаясь, будет сражаться с ним до укрепления его. И раздражится южный царь, и выступит, сразится с ним с царем северным, и выставит большое войско, и предано будет войско в руки его, и ободрится войско, и сердце царя вознесется. Он низложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее. Ибо царь северный возвратится и выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством. В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнило сведение, и падут, и придет царь северный, и устроит вал, и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, ни отборное войско его, не достанет силы противостоять. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним, и на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его, и вознамерится войти со всеми силами царства своего, и праведный с ним, и совершит это, и дочь из его жен отдаст ему на погибель ее, но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из того. Потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими, но некий вождь прекратит нанесенный им позор, и даже свой позор обратит на него. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы, но и он после немногих дней погибнет, и нет возмущения, и не в сражении, и восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством, и всепотопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь завета, ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом и взойдет и одержит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его, добычу, награбленное имущество и богатство, будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени. Потом разбудит силы свои и дух свой с многочисленным войском против царя Южного, и Южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство. Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется, и падет много убитых. У обоих царей этих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против Святого Завета, и он исполнит его и возвратится в свою землю. В назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не такой будет, как прежний, ибо в одно время с ним придут кораблики тимские, и он падет духом и возвратится, и озлобится на Святой Завет и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения. Поступающих нечестиво против Завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать, и разумные из народа вразумят многих, хотя будут некоторое время страдать, от меча и огня, от плена и грабежа, и во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно пострадают некоторые и из разумных для испытания их очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока, и будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества и на бога богов станет говорить хулу и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится, и о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех, но богу крепостей на месте его будет он воздавать честь, и этого бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром и дорогими камнями и разными драгоценностями, и устроит твердую крепость с чужим богом, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими и землю раздаст в награду. Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится, как буря на него с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них. И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Эдом, Моав и большая часть сынов Аммоновых, и прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская. И завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта, ливийцы и эфиопы последуют за ним, но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих, и раскинет он царские шатры свои между морем и горой преславного святилища, но придет к своему концу и никто не поможет ему. Глава двенадцатая И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий из-за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки, навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова эти и запечатай книгу эту до последнего времени. Многие прочитают ее и умножится ведение. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки, и один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки, когда будет конец этих чудных событий. И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руки к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени и по совершенном низложении силы народа святого все это свершится. Я слышал это, но не понял, и потому сказал, господин мой, что же после этого будет? И отвечал он, иди, Даниил, ибо сокрытые и запечатаны слова эти до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет этого никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет тысяча двести девяносто дней. Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот тридцати пяти дней. А ты иди к твоему концу и упокоишься и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Конец книги и Продолжение следует...